Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Ford Ranger 2007 года выпуска 2.5 турбодизель на механике 4WD Пробег на этом автомобиле 187 тысяч километров Сегодня мы заменим корзину, диск и выживной сцепление, комплект сцепления Для этого поднимаем автомобиль и начинаем демонтировать коробку Откручиваем карданы, кулису и траверсу Поднимаем Снимаем в салоне рычаги Нам, чтобы кулису снять для демонтажа коробки и снимаем вот эту накладку Демонтажа коробки и откручиваем по периметру пыльник после того как открутим пыльник мы уже сможем открутить кулисы с раздатки и из коробки также сбоку вот здесь два самореза тоже крепят кронштейн пыльника пыльник и 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 Открутил 7 болтов и два самореза, теперь отрываем пыльник. За это время приклеился. Продолжение следует. Вот здесь у нас тоже кулисы крепятся тремя болтами. Также откручиваем одну и вторую кулису. Вот здесь, чтобы грязь у нас не попадала, мы возьмем... Кстати, видать, уже снималась, потому что герметик намазан. Это тоже герметик. Тряпочкой заткнем. Все, сверху мы разобрали. Идем вниз. Поднял автомобиль. Для начала мы сейчас открутим вот эту защиту. Открутим глушитель. Я его сниму вот в этой задней части. Даже я его не сейчас сниму. Я его сниму, когда откручу траверсу. Откручу его от штанов. Три гайки я их забрызгал. И сзади, возле глушителя, возле бочки откручу целиком. Сниму. Откручу задний кардан от коробки, от раздатки. Подвесной откручу. Отведу его в сторону и подвешиваю. Траверсу сниму. Отключаем всю проводку с коробки. Отводим ее в сторону. И после этого уже откручиваем по периметру коробку. Я думаю, что здесь все будет у нас удобно. Единственное, залито чем-то все некрасиво. Вроде бы как и не масло с соляркой что ли. Ладно, приступаем. Смотрите. Смотрите. Сделаю метку на кардане. И откручиваем болты, болты здесь на 17, кардан держу монтажкой, затянуто хорошо. Сделаю метку на кардане. Сделаю метку на кардане. Сделаю метку на кардане. Теперь откручиваем подвесной. Гайки также на 17. И подвязываем его. Все, кардан я подвязал. Висит, не мешает. Теперь заднюю часть глушителя тоже откручиваем. Гайка также на 17. Гайки. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Передние две гайки я открутил. Откручиваем последнюю, вот эту центральную. Держим траверсу и откручиваем. Все, траверсу открутили. Теперь откручиваем переднюю часть глушителя. Головка на 14. Я гайки открутил. Гайки обмедненные, получается. Открутились легко, но затянуты были хорошо. Отключаем от глушителя проводку. Это у нас, видать, клапан глушить аварийный какой-то. Я не думаю, что это основной глушитель. И снимаем часть глушителя. Посмотрел, это не проводка, это вакуумный шланг. И здесь у нас еще хомут есть. Вот этот хомут приемной трубы. Он болт на 14. Его тоже откручиваем. Болт я открутил. И шланг вакуума я снял. Теперь снимаем подвес глушителя. Возьму его, смажу силиконовой смазкой. И можно поддеть его монтажкой. Все, подвес снял. Снимаем задний. Задний подвес я тоже снял. А теперь можно разъединять глушитель. И снимать его. Снимаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прикис маленько Но чем мне эта машина уже нравится От Ford здесь одно название Mazda Все откручивается нормально Практически без затруднений И еще Нету 13, 16, 15 гаек, болтов Вот сколько кручу Пока все 14, 12, 17 Сейчас Откручиваю болты По периметру По коробке И смотрю как отцепить проводку Чтобы от датчиков не откручивалось Здесь вот на датчиках Смотрю вот такие разъемы Старого образца Ну смотрю Здесь вот трубка вакуумная Которая подходит Также прикручена трубка Сверху идет Ее тоже открутим В сторону уберем Я немного приопустил коробку Вот таким образом Появился зазор Здесь все разъемы я разъединил В двух местах Вот здесь и вот здесь Снял клипсы Также разъединил Здесь два Две пары Отдельные провода На датчике Вот которые уходят На ту сторону У нас С этой стороны один датчик Вот он второй сверху датчик Трубку вакуумную Откручивать не надо Сверху он снял Шланг вакуумный И также Открутил датчик Положение коленвала Вот он Находится Болтик на 10 Я его сниму Чтобы не обломать И потом не мучиться И хотел показать Вот отсюда Сейчас длинным удлинителем Я спокойно Уже смогу открутить Болты Вон те дальние И потом Также их отсюда Длинным удлинителем Закручу Снимаем датчик И откручиваем Коробку по периметру Открутил По периметру 13 болтов Головка На 14 Так же Как я и говорил Снял датчик Коленвала Он наверху Лежит На коробке И Снял Сбоку Рабочий цилиндр Сцепления Двумя болтами На 12 Крепится Перехватился Стойкой Сейчас Немножко Приопускаю Коробку Снимать я ее Полностью не хочу Я хочу ее Отодвинуть Назад И поджать Кверху Чтоб она стояла И уже потом Сцеплением заниматься Чуть-чуть Приопускаю И сдергиваю Стоп, Саша Продолжение следует... Сняли коробку Отодвинули ее Вот так вот Как я и говорил Опускать я ее полностью Не стал Поджал Очень Очень сильно Мешает Планец Переднего Редуктора Переднего моста Я его Постараюсь Сейчас открутить И снять Для того Чтобы ставить Было удобно Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова